Сотни человек под одной крышей Был у нас собрание, я говорю, вы вспомните, а как мы все жили дома там? Разве мы жили вот так, если бы сейчас были там, кто бы за нами так ухажел? Два-три раза в день они только моют. Эти стены, окна, все это протирает от и до, я не знаю, как объяснить. Итоги акции. В Оренбургской области семьям помогли собрать детей к школе. Целью данной акции является оказание помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей в подготовке к новому учебному году. Помощь в трудной ситуации. Специалисты кризисного отделения оказывают психологическую поддержку гражданам разного возраста. Раз в пять суток выдается им продукты на эти пять суток. То есть они сами себе готовят здесь, сами убираются. Это все у нас сами они делают. Бузулукский дом-интернат для престарелых и инвалидов объединяет десятки судеб. Здесь проживают люди разного возраста. Они оказались в учреждении по различным причинам. Антонии Шелеповой 80 лет. Решение жить в этих стенах пенсионерка приняла самостоятельно, о чем не жалеет. Было у нас как-то собрание, я говорю, вы вспомните, а как мы все жили дома там. Разве мы жили вот так, если бы сейчас были там, кто бы за нами так ухаживал. И купают нас. И те, которые больные, и моют. И стирают. И стирка стирают от и до. От носок до всего белья. В настоящее время в интернате три отделения милосердия, одно активного долголетия. Также есть специализированное психоневрологическое отделение, в котором находятся молодые инвалиды. Чтобы их жизнь была разнообразной, специалисты проводят различные творческие занятия. Делаем поделки, учимся рисовать, учимся работать ножницами, красками, пальчиковые краски у нас, и гуаши. Все это у нас есть. И прописи есть, где мы учимся по новой. И считать, и писать. Целый день у нас занято. Все у нас по распорядку. Сами себя обслуживают, наводят порядок в комнате, чтобы постели были заправлены. Сами себя приводили в порядок. Большое внимание уделяется и физической активности проживающих. В актовом зале проходит ряд мероприятий, которые помогают участникам быть активными и укреплять здоровье. Также у нас есть экскурсии, выезды на экскурсии. То есть мы можем и на природу выехать, и на речку в летний период, и в парке города, и проехать в храмы. То есть жизнь очень разнообразная. Материально-техническая база учреждения постоянно улучшается. Появляется новое оборудование, обновляются корпуса. За 2016 год ориентировочно в пределах 6 миллионов отремонтированы были. Милосердие 1 женский первый этаж, Милосердие номер 2 тоже первый этаж. Переход в баню и баню. Отремонтировали, сделали ремонт крыши бани. Также устройство пандуса сделали. Ну и по доступной среде установили кнопки экстренного вызова для оказания помощи проживающим. В летнее время в центре внимания жителей дома-интерната огород. Здесь они обрабатывают землю, сажают овощи, собирают урожай. На территории учреждения много зелени. К 95-летию социальной защиты была заложена аллея сады добра. На следующий год, 100-летию системы, планируется расширить ассортимент пород и высадить новые деревья. В комплексном центре социального обслуживания населения Бугуруслана и Бугурусланского района работает клуб, который называется «Открытый мир». Сюда приходят инвалиды, которые не хотят оставаться один на один со своей бедой. Психологи посредством различных техник помогают им раскрыться и приобрести новые знания. Сегодня мое занятие посвящено самому сокровенному, что есть у каждого из нас – это наша душа. Наша душа, наш характер, наши мысли, чувства. Я убеждена вообще, что каждый человек, чтобы быть счастливым, мы должны почаще обращаться к своей душе, разговаривать с самим собой, чувствовать свою значимость. Лариса Касенова приходит на занятия вместе с сыном. По ее словам, психологи центра каждый раз стараются сделать встречи интересными и запоминающимися. Особенно нам нравится, конечно, наш Гульнас. Гульнас ведет себя нас как в большой семье и использует различные методы в своей работе. Ребятам она помогает раскрепоститься, открыть душу, и как бы эту душу с каждой душой разговаривает, даже глазами. И сердце каждого человека здесь становится добрее. Клуб организовали два года назад, тогда участников было мало. Со временем их количество увеличилось. Так в центре сложилась большая дружная группа, участники которой всегда ждут следующей встречи. Акция «Соберем ребенка в школу» прошла в различных территориях Оренбургской области. Благодаря участию предпринимателей, организаций и сотрудников комплексных центров социального обслуживания населения, сотни учеников Оренбуржья приступили к занятиям полностью готовыми. Работа по сбору средств началась сразу после окончания учебного года и завершилась накануне 1 сентября. Целью данной акции является оказание помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей в подготовке к новому учебному году. К участию в акции привлекаются многие организации, спонсоры, индивидуальные предприниматели, а также просто неравнодушные граждане. На собранной в ходе акции средства были сформированы наборы, состоящие из канцелярских товаров, рюкзаков. Семьям, которые в них нуждаются, подарки вручили специалисты комплексных центров. Для первого класса мы вручаем рюкзаки. Особое внимание в нашем центре и на территории Бугурслана и Бугурсланского района внимание оказывается семьям, воспитывающих 6 и более детей. Также считают и в соседнем городе, Бузулуке. Помощь к школе была оказана семье Баранцевых, в которой 8 детей. Родители поддержку оценили. Детей в школу, естественно, собрать тяжело. Хотелось бы выразить благодарность спонсорам за оказываемую помощь в преддверии школы. Оказывают помощь в сборе канцтоваров, на вещи, материальную помощь выделяют. В целом, в Оренбургской области в рамках акции «Соберем ребенка в школу» более 1200 семей получили материальную помощь на сумму около 2 миллионов рублей. 11,5 тысяч родителей поддержали, вручив канцелярские товары и талоны на удешевление школьной формы. В Бузулуке работает кризисное отделение для граждан, имеющих обстоятельства, ухудшающие условия их жизнедеятельности. За таким сухим и официальным названием скрываются доброта, внимание и взаимоуважение. Люди попадают сюда и получают кровь, питание и консультативную помощь. Раз в пять суток выдается им продукты на эти пять суток, то есть они сами себе готовят здесь, сами убираются, это все у нас сами они делают. Даем вакансии различные. Если в садик нуждается ребенок в садик, делаем ходатайство, просим, то есть чтобы место в садике им определили. По словам специалистов, в первую очередь в кризисном отделении оказываются граждане, пережившие пожар, малоимущие и дети-сироты, которые ждут получения собственного жилья. К категории последних относится семья Шатохиных. Ирина, Алексей, 10-месячный Кирилл и трехлетний Ванечка пока ждут ремонта в квартире, которую папа получит по государственной программе. Условия, конечно, хорошие, отличные, все нравится, все хорошо. В отделении есть все для удобства проживающих. Жилые и хозяйственные комнаты, кухня и кабинет психолога, в котором специалисты занимаются как со взрослыми, так и с детьми. Мы проводим консультацию, диагностику. Для детей коррекционные развивающие занятия. Для мам мы организуем групповые занятия, то есть как с детьми, возрастные особенности детей разного возраста. Ну, мужчины, конечно, по самоопределению в мире профессии проводим, ищем им работу, предлагаем какие-нибудь вакансии. То есть всячески мы стараемся поддержать и оказать социально-психологическую поддержку. Каждый отдельный человек или семья проживают здесь разное время. Все зависит от сложности ситуации, в которой оказались люди, и оперативности ее решения. Социальная программа «Защита здесь». Редактор субтитров А.Семкин